доброе утро дорогие друзья доброе утро и как вчера мы вам обещали на том же месте в то же время и в том же составе поговорим о свежих новостях турции и сначала как всегда краткий анализ а потом обо всем подробнее сегодня расскажем о том зачем турция отечественный аналог ватсапа как продвигать строительство 3 аэропорта в стамбуле сколько иностранцев живет в алане и как потратить миллион долларов за 72 часа но я думаю что это наверно книга рекордов геннесса попал 72 часа на это потратил мне кажется наши ребята могут за пять минут это дело ну в общем обо всем этом в ближайшие пять минут и так фалин с тебя переносит так начну я заявление нашего президента и так недавно глава государства заявил что в турции будут делать сами все что только возможно чтобы ни от кого не зависеть сейчас процитирую слова турция не станет покупать за границей то что сможет сделать сама пусть мы потратим на это больше средств и времени но будем пользоваться отечественной продукцией вот такое патриотическое заявление от риджепа эрдогана ясно ясно но все будем ждать все у нас там обещали машину собрать теперь еще ватсап будет свой вот и так что там про ватсап так ватсап у меня кстати к примеру в турции уже начали работать над созданием отечественного сервиса моментального обмена сообщениями btt messenger btt это турция так почта называется если вы были не в курсе функции в нем будет такие же как ватсапе вообще у нее будет очень похож но будет турецкого производства и будет как заверяет нас более защищенный более безопасным сначала пользоваться начнут национальным сервисом сотрудники госслужб а потом станет доступным для всех граждан турции ну как говорится поживем увидим лишь бы пользователю было удобно но от меня новость про новый 3 стамбульский аэропорт работы по его строительству завершены уже почти на 75 процентов и в октябре этого года аэропорт примет первые самолеты но чтобы вы почувствовали всю масштабность этого проекта назову только цифры и так в аэропорте смогут разместиться три с половиной тысячи самолетов аэропорт будет обслуживать 150 авиакомпаний а перелеты будут осуществляться по 350 направлениям терминале аэропорта будет более 6000 помещений а крыша терминала будет равна 58 футбольным полям ну а работать в таком огромнейшем аэропорте будет около 100 тысяч человек ого-го вот это да ну а полностью аэропорт будет готов только 2023 году и для полноты картины добавлю что после завершения строительства аэропорт сможет обслуживать порядка 100 миллионов человек в год это больше чем население турции но всем известно что стамбул это большой перекресток людей летает там очень много еще помимо третьего аэропорта есть первый второй и как вы понимаете очень очень много людей побывает в стамбуле в 2023 году сразу в трех аэропортах в сумме и так ну а своим размахом славятся не только турки но также и индийцы наверное поэтому они все чаще приезжают к нам отвечать отмечать важные события например недавно в одном из отелей билека прошла роскошная свадьба которая длилась как сказки три дня и три ночи гости из индии потратили на ее организацию 1 миллион долларов кстати по словам устроители подобных мероприятий это далеко не предел и в апреле в нашей индийской провинции пройдет еще одна индийская свадьба бюджет которой составит 15 миллионов долларов обалдеть интересно это будут танцевать танцы ну хотя вряд ли я не представляю индию без танца ладно хорошо будет так ну а следующая новость меня и начнем про хорошую погоду говорить апель уже почти летний месяц турции очень тепло и красиво так что индийцам наверняка здесь понравится кстати о погоде на территории турции стоит необычный теплый февраль сейчас за окном феврале я вижу что там тепло хотя на следующей неделе обещают пару осадков но прям чуть-чуть а в южных районах даже аномально высокие температуры а еще метрологи говорят о том что у нас больше не будет выпадать снег февраля в турции поэтому можно сказать что зима закончилась по продаж не ничего не сказали а вот про снег они сказали что больше не выпадет поэтому пользуйтесь возможности катайтесь на лыжах но а те кто не любят лыжи любит солнышко радуйтесь солнышко у нас будет почти каждый день вот и кстати в алании уже начали цвести тюльпаны в клумбах а в моем комплексе около выхода зацвела красная помидора но я завершу наши новости как обычно новостью о нашей любимой алании и так посчитали количество иностранцев всего в нашем городе живет 14 149 иностранных граждан больше всего выходцев из германии более трех тысяч человек также из россии две с половиной тысячи человек и обращу ваше внимание на то что при подсчете учитывались только те иностранцы у которых есть гражданство турции конечно же иностранцев которые имеют здесь недвижимости приезжают в аланию периодически в несколько раз больше и кстати население нашего города чуть больше трехсот тысяч человек 14 тысяч иностранцев то есть если каждого попросить дать мне евро я могу купить новый автомобиль супер ну а новостях у нас все мы плавно завершаем хотим пожелать вам хорошего удачного дня оставайтесь с нами подписывайтесь на канал пишите вопросы пожелания в комментариях под видео также не забываем участвовать в конкурсе который у нас продлится до 22 февраля 22 февраля в 10 часов мы узнаем кто из вас самый счастливый поэтому оставайтесь с нами следите за новостями а чтобы следить за новостями нужно воспользоваться функции колокольчик и тогда напоминание будут приходить вам на телефон лэптоп и компьютер еще раз вам скажу что у нас все с вами попрощаемся до завтра в 10 часов в том же месте в том же составе встречаемся снова всем пока пока удачного дня